Важнейшее политическое событие. Президент страны Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В ожидании пополнения парк Наринмарского авиапредприятия станет больше на одно воздушное судно. О строительстве в цифрах. Законодатели регионального парламента детально рассмотрели бюджет дорожного строительства на следующий год. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. Президент страны в Кремле огласил послание Федеральному собранию. За 58 минут Владимир Путин рассказал об основных задачах, которые стоят перед страной в ближайшей перспективе. А также объявил о важных решениях, касающихся миллионов граждан. О продлении программы материнского капитала, о плате дорогостоящих операций, судьбе простаивающих сельхозземель. Особое внимание Владимир Путин уделил бизнесу. Глава государства подчеркнул, что свобода предпринимательства является важнейшим условием развития. О том, какое развитие ждет нашу страну в ближайшей перспективе, расскажет Олег Котензейский. Большая часть послания посвящена экономике. Путин подчеркивает, ситуация сложная, но не критическая. Уже есть позитивные сигналы. Наметилось снижение инфляции, замедлился отток капитала. Но это не значит, что нужно расслабиться и оставить все как есть. Страна должна быть готова к тому, что период низких цен на нефть затянется. Нужно не допустить истощения резервов. Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на доходах и в целом на уровне жизни наших людей. И хорошо понимаю, что люди задаются вопросами, когда мы преодолеем трудности и что для этого будем делать. Ситуация действительно сложная. Но, говорил уже об этом, хочу повторить, не критическая. Одновременно необходимо использовать открывшиеся возможности. Прежде всего, изменить структуру экономики. Помимо прочего, в послании говорится о том, что необходимо помочь наиболее незащищенным гражданам. Прежде всего, людям с ограниченными возможностями. Нужно заниматься их профессиональной переподготовкой и трудоустройством. Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас оказался в зоне риска. Это, в первую очередь, строительство, автомобилестроение, легкая промышленность, железнодорожное и машиностроение. Для них правительство должно предложить специальные программы поддержки. Финансовые ресурсы для этого предусмотрены. Третье. Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан. Перейти, наконец, к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки.